Ребятки, всем добрый день! Я на кухне, Степочка спит, все в порядке. Витя дома, я дома, на улице дождь, а у нас дома начинается подготовка к дню народжения Витюшки. Мы, скажем так, будем, ну, маленький такой семейный будет праздник, у нас тут детки, рядом придут детки с внуками, посидим, поздравим Витю. Ну, а потихонечку надо уже сегодня начинать заготовки, потому что, потому что рыбой, рыбе нужно просолиться. Ну, кроме рыбы, у нас еще стоит сметанка. Помните, ребята, я вам рассказывала, как сделать хороший крем для торта, чтобы и магазинная сметана была, и крем получился пышный и хороший. Потому что на домашней сметане мне крем не нравится из-за того, что он очень жирный. Вот, и я взяла 15-процентную сметану, два пакетика. Вот, это нужно сделать заранее, хотя бы на ночь поставить вот эту вот заготовочку. И утром будет хороший крем, можно только добавить сахарную пудру, ванильечку, ну, там, всякие, кому чего. Кто любит цитрусовый вкус, кто лимонный, кто кофейный, разные всякие. Добавочек, их очень много, и тут на любителя. Ну, то есть, взбивается эта масса очень быстро, буквально, можно венчиком, можно миксером, 2-3 минуты, и хорошей стойкой получается крем. Для этого, как вы помните, я вам уже раз показывала, но еще раз покажу. Здесь у меня стоит ситечка, в ситечке сметана. Ой, так бы его так сейчас достать, я-то отправила мисочку. Ну, сейчас ради вас я подковырну, они настолько по размеру похожи с этим. Короче, здесь стоит мисочка со сметаной. Так, сейчас, ребята, ну, хочется мне вам показать, что оно стоит в ситечке, в металлическом. Не смогу сейчас открыть, это нужно все. В общем, сито, обычное сито, можно круглое, можно квадратное, у кого какое есть. На сито выстилается марлечка в два слоя, на эту марлечку откидывается сметана. Вот, и вся вот эта вот красота, ситечка, марля и сметана, ставится в обычную кастрюльку, не касаясь дна. На дно соль посыпали, две чайные ложечки будет достаточно, ну, можно три, если большая у вас емкость. На дно нижней емкости соль, сверху ставим ситечко, марлечку и сметану, и утром мы встанем, там будет, ну, не меньше 200 грамм воды. Вот, и представьте, сколько ненужной жидкости нам выйдет туда, на эту соль. Понятно, соль мы выкидываем, а с этой сметанки делаем вкусный-вкусный сладенький крем. Вот, ну и заготовочки начались, значит, только я пришла с рынка, и Витя был, но он унес одну сумку, а я еще осталась. То есть и картошку надо, и то надо, и то надо. В АТБ хорошая цена на, в Сильпо обманываю, в Сильпо хорошая цена на картофель, 9,80 за килограмм. Ну, такая, скажем, ну, немного грязноватая, но целенькая, без трещин, зазубринок, глазков и так далее. Цена великолепная. Взяли картошки, взяли среколки, уже борщ сварили, но уже вам не стало борщ показывать, поскольку одно и то же тоже не хочется, знаете, как на одном месте топтаться. Ну, покажу, какой борщик получился в обед. То есть такие самые тяжелые продукты из сумки Витя унес, а я еще по мелочевке, то сбегала и в магазине, нашла, значит, в хорошей цене, в акции прямо рыбьи фарши и лососевые, и из Хека фарш, лососевый по 72, а из Хека 60, ровно 60. Хорошая цена, за полкило. Вот, и поэтому я думаю, сейчас я просолю, чтобы мне как раз, ну, 2-3 дня, можно и сутки. Конечно, это очень быстрый, хороший рецепт, но не рискую я, я делаю это заранее, поскольку, ну, я так решила. Оно будет себе стоять в холодильнике и все. Разморозился у меня, это у нас лососевый фаршик, разморозился. Сначала его нужно размять вилочкой. Вот он мягонький, уже хороший, такой податливый. Вот. Если, значит, одна палочка полкилограмма идет, я ее разделила на две части равные, у меня здесь получилось 250 грамм. А 250 я отправила в заморозку. Это будет такие, знаете, на бутербродики вместо икры, на икру мы не зарубляем, пенсия. А этот фаршик, он, во-первых, и цвет у него такой приятный, не серый, вот, соль еще даст такой более насыщенный цвет, более яркий, и поэтому я его размяла вилочкой. Вот. И если на полкилограмма фарша идет 2 чайные ложечки, значит, 10 грамм соли и 5 грамм сахара, а это, если перевести, то 2 чайные ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Ну, а так как у меня 250 грамм этого фарша, то я беру чайную ложечку соли, не полную, без горочки, чайную ложечку соли и пол чайной ложечки сахара. Это и будет доза на 250 грамм. Вот. Ну и, понятное дело, хочется мне чуть-чуть перчика, но с фаршем надо осторожно с перцем, потому что перчик у нас серого цвета, а мне хочется, чтобы рыбный фарш был более яркий, скажем. А перчик может придаст такую серость по цвету. Фарш чистый, хороший. Это, кстати, я не раз и не два уже делала. Вот. А эта зашла, смотрю, он как раз в акции. В АТБ. И я купила. Все. Оставляю его в этом судочке. Он здесь и будет просаливаться и ждать своей доли намазочка. Вот. Получился вот такой фаршик. Он уже соленый, он готовый и пойдет в холодильник на расстоечку. Дальше. Также у меня и 250 грамм вот такого филе. Оно мне будет нужно на салатике. Филе лосося. У меня здесь три небольших кусочка, ровно 250 грамм. Так интересно получилось. Покупала и не знала, что будет ровно 250 грамм. Здесь получилось три хороших таких плотных, больших куска. Вот. Покупались они с кожурой. Кожуру я аккуратно сняла. Потому что без кожуры оно, понимаете сами, что оно будет дороже. Это по 500 гривен, сами понимаете, 250 грамм. То есть, ну, на бутерброды будет фаршик, это будет на салат. 250 грамм. Все то же самое. Неполная, без горки чайная ложечка соли. Вот она пошла на нашу рыбку. И пол чайной ложечки сахара. Сюда можно добавить немножечко ломаного листика лаврового. Буквально 3-4 кусочка. Вот так пополам. Вот. И я добавлю сейчас перец горошком, который я не взяла. Сейчас, ребятки, минуточку. Перец горошком. Буквально 3-4 штучки, и он даст свой аромат. Кто любит пряную рыбку, можно добавить кориандр. Но я хочу, чтобы она была просто солененькая, с добавочкой сахара и перчика. Пряная мне не нужна. А если добавить кориандр, будет, конечно же, пряночком. Но это уже на любителя. Все, лавровый лист нам больше не нужен. Немного так перемешаю эту рыбку, чтобы соль была равномерно разошлась по всем 3 кусочкам. Поперекладываю их с места на место. И оставлю в теплом месте стоять отдыхать и фарш, и рыбку. Вот таким образом, ребят. Подготовка началась. Вот моя рыбка. И вот мой фаршик. И вот моя сметанка на крем. А дальше будем делать, наверное, коржи. Сейчас пообедаем. Будем делать коржи. Рецептик напишу ниже. Доброго дня. Моё вітання. Сегодня день женочего счастья. Я, конечно, без понятия, как бы ощущение, как оно. Но всех женок, чтобы вы были счастливы. Чтобы вам счастливо. Чтобы вы были счастливы. Чтобы вы усмехались, радовались життю. И чтобы наиболее ваше женочее счастье, чтобы оно в долгий период життя продолжалось. Хорошо сказано. Спасибо, Витюша. Будем стараться с вашими-то добрыми словами и любовью. Главное, что у нас всё хорошо. И желаем всем всего хорошего. Ну и с праздником, девчонки. И с праздником всех. Так, вот так вот мы сели обедать. Вот такой у нас красительный борщик. Ароматный, вкуснячий. И что-то захотелось нам редьки. Чёрные редьки. Чёрная редька. А что есть песенка про чёрную редьку? Да, Витя? На городе чёрная редька, чёрная редька, чёрная редька. Мабуть любит меня Петька. Ого. Ой, мам, ой, як любит. Ой, я там. Ой, мам, ой, мам, ой, що буде. Як він мене не візьме, як він мене не візьме. Ой, що буде. Ой, ой, ой. Всё, мы садимся кушать. Пісня про редьку. Да, пісня про редьку.